Здравствуйте, дамы и господа. Это канал Георган Кой, игра под названием Sunlessy Zubmariner, в которой мы исследуем темное и беспощадное море. Сейчас мы путешествуем на поверхность для того, чтобы снять свой ужас, это главное, и снять, также, избежать дефицита припасов, который у нас сейчас начался. В Неаполь вернуться вниз, вы потеряли 20 ужаса, можно с легкостью, фактически, очень дешево снимать весь свой ужас. Достаточно заплатить 22 топлива, ну и 2 припаса, и фактически ты снимаешь весь ужас. Ещё можешь тут закупиться дешёвыми припасами. Поэтому давайте-ка закупим всеми припасами, только не знаю, сколько опять-таки покупать их. Ну, давайте-ка я закуплюсь припасами до... Я, к сожалению, не помню, сколько у нас топлива, сколько из топлива у нас, 25. Ну, значит, в принципе, можно припасами закупиться до... 65-ти, 65-ти. Но, конечно же, вы не будете наблюдать за моими монотонными действиями, как тут мы снимаем ужас, как мы закупаем припасы, потому что тут нет этого автоматической закупки много припасов, поэтому мы просто останавливаем стирию. И для вас это, кажется, секундные действия, а для меня это не особо секундные действия. Кстати, как раз-таки вспомнила, что надо поезд до вены купить и поговорить с другом из бюро. Фрагменты получили, ход большой игры, припас нам подарили. Спасибо за то. Буквы имени, что пылают. Ладно. Итак, закупка произведена, музыка уже закончилась, но это неважно. Мы возвращаемся в Аверно. Потеряли топливо, вылезаем. Теперь у нас и того... Кстати, один припас ставил, поэтому у нас останется не 63, а 64, потому что я покупал 65. Ладно, поплыли. Кстати, можно было купить побольше, нам надо место и для топлива, как вы понимаете. И так просто это все сделать не получится. Я, кстати, освежил в памяти, просмотрев серию причину, по которой я не решился заходить в порт лондонский. Все потому, что тогда возрастет сила кошмара. А вы знаете, что сила кошмара это неприятная вещь, но это меньшее из двух зон. Это главная причина того, что мы тогда не сможем за сопротивление кошмару получить один секрет. Об этом я уже говорил, вы этого, я надеюсь, уже помните. Кстати, был совет, что свечи можно покупать дешево в порту, но мы помним этому. В проливе Адама. Ну да, да. И это я вспомнил. Только сказали, что оно только в одном месте, нужно большое количество свечей. Но я не уверен. Потому что, во-первых, по-моему, надо все-таки тут для этого корабля обследование несколько свечей. А может и одна действительно. Либо вот это еще самое главное. То ли какой-то закоулок, то ли... Осколок, да. В осколке написано. Если что-то плохое может произойти, если они вдруг у вас закончатся. И очень не хотелось бы, чтобы у нас закончились свечи. Не забываем, что у нас есть ускоритель. Которым... Ну, я не знаю, имеет смысл пользоваться, не имеет. Кстати, вместо... Учитывать надо, что ускоритель... Проблема у него есть такая, что либо ускоритель, либо пушка. То есть... Такое себе... Довольствие. Заплыли. Проверяем почту. Свободный вечер. Набережный рост. Длинные ящики. Живых особей. Несколько... Успокоив фруктов, либо диковинные артефакты. Артефакты нам нужны для известно чего. Мы их, безусловно, используем. Что-то опасное. Дьявольские кубики. Да. Мечта и план у него есть. Когда я был ребенком, я спросил свою няню. Когда вы ломаете правила, что происходит с их кусками? Теперь я знаю. Теперь я знаю. Но мне нужно кое-что еще. Что-то лазурное. Либо... Что-то сложное. Вам, возможно, потребуется уничтожить бродячего ежа. Или найти кого-то, кто это уже сделал. За это получите тысячу эху. Одну тысячу. Совершенно верно. Тысячу эху. Одна тысяча. Вот это число. Одна тысяча, да. Вот сзади мы к дипломату, да. Музыка слегка изменила свой тембр. Ну, такая вот ситуация произошла, к сожалению, да. Утренняя газета. Отдохнуть в элегантном особняке у нас уже спокойной ночи вроде две есть. Нам больше не надо. Так что давайте-ка... Личную мастерскую посетим и создадим альманах островов. Отлично. Альманах островов создан. Журнал, судно. Где ты? Альманах островов. 60. Отлично. Смотрите. 165, а будет... Ну, 169. Немного, но лучше, чем ничего. В любом случае. Так что... Довольствуемся тем, что есть. Зубчики. Зубчики, зубчики, зубчики. Хорошо, что я не забыл про них. Сбрасываем эти зубчики. Хорошо, они названы, кстати, зубчики. Либо шкатулка сапфиров. Давайте лучше ежа проще найти будет. Безглазый череп у забывчивого археолога. Печальные останки. Нет, это ничего не отдаем. Мы дадим ему портовые отчеты. Гора Подмирсон. Вообще, у меня очень большое есть подозрение. Кстати, ненасытный дипломат. Так, шпиона вроде взяли мы уже. Но он бы его предложил этого шпиона. Так что беспокоиться незачем. Лазурный амулет, услуги адмиралтейства, знак. Искитовый ус. Ох, зря я это все пересматриваю. Потому что я уверен, шпион у меня есть. Просто я не знаю, где он сидит. Ладно, не будем пересматривать. У нас он есть. Есть и все. Так. Лондон. Так, помощь в пропитании. Но вместо этого дает топливо. Интересно получается, конечно. Задача выполнимая, но есть риск. Кстати, смотрите. Совсем чуть-чуть подняли сердца. И как шансы врастают. Вот это надо всегда учитывать. Что совсем чуть-чуть поднимешь сердца. И будут шансы расти. Хотя не совсем чуть-чуть, конечно. На 20 единиц, как никогда. Поддержка адмиралтейства. Отлично. Теперь адмиралтейство. Давайте-ка передадим портовые отчеты. Северные дали. Кумский канал. 5 копеек. Морозная крепость. Стратегическая информация. Спасибо, но нет. Кутить на причалах новый рекрут. Ну, никого тут не будет известно, что. Ладно. Вроде как я все сделал. Судно. Тут все у нас есть. Но надо избавиться на самом деле. Мы глина. Ну, полезная вещь. И места много. Не стоит так их все-таки разбрасываться. Припасики. Ладно. Тенег нам надо 3... 26 тысяч еще. Чтобы купить чудо-корабль. Он нам нужен. Ладно. Уплываем. Наш план и цель. Железная республика. Потом... Я не знаю. А может не стоило через Железную республику. Может время поэкономить и проплыть вот так через Сердолику. Но еще через Личину хотел запроплыть. А можно и не проплывать. Ладно. Давайте-ка не будем жадничать. Вот так проплывем. И не будем время тратить по пустому. Ничему. Бараний остров. Плывем по направлению к Бараньему острову. Сами знаете почему. Сами знаете зачем. Кстати, ежа мы не сможем так просто одолеть. Потому что у нас оружие не погружено. Надо этот тотальный поглотитель. Он, кстати, где висит? Ну, мы знаем, где она. Вместо кормы. Да. Вместо кормы у нас висит этот тотальный поглотитель. Все правильно. Плывем чуть-чуть. Правда, подкорректируем курс. Сияющий мегалопс. А почему же они так боятся рассказать, что же происходит на этом Бараньем острове? Ну, грызи меня, грызи. Ты не съешь меня этот краб ужасный. Не сможешь ты это судно уничтожить. Ну, оно слишком сильное для тебя. Как ты этого не поймешь, а? Кстати, судно нам крепкое нужно будет. Для простой игры нет, потому что монстры тут глупые. А вот подводные корабли очень сильные, да. Одно вам руководством. Портовый отчет Гавань Кваккера. Да, время идет, только оно какое-то закончилось. Похоже, ничего. А может, и что-то получим. А, кстати, лампы нет. Ну, не будем себя тогда мучить. Ждать лампы, поэтому давайте-ка в личину. Остров Демио. Кстати, там можно нанять человека. Но стоит того оно или нет. Я не жадный, но я экономный. Да и ускорьтесь, а. Баг опять какой-то. Краб-удильщик. Давайте-ка попробуем. Я не знаю, нет, не будем. Не будем. Не будем этого краба убивать. Да, я думаю, не стоит пока краба этого трогать. Мы заплываем сюда не для того, чтобы что-то получить. Хотя можно... А, точно же, 200 эхо. Что-то я это, да. Мне показалось, что 1000. Ошибся, да. Ну, ладно. Но только достойно. Давайте-ка. Общее грязное прошлое. Даже получив взятку, управляющий говорит неохотно. Кажется, ваш канонир знал его в старые добрые дни. И управляющий еще более охотно обращает внимание на канонира, чтобы поговорить об этих самых старых деньках. То было в месте называемое эстиваль. Знаете, это яркое место. Вы не поверите, если я вам скажу. Это на Вивостоке. Долгий путь на Восток. Мы убрали его со всех карт. Это все, что я знаю. А теперь оставим ложь прошлого там, где она была. Портовый отчет железа и страдания. Тут ничего и припас собирать мы, конечно же, не будем. Лишний ужас. Совсем нам не нужен. Плывем вот так, чтобы обследовать карту. Уже можно на ускорении плыть, потому что ничего все равно не потеряется. И хуже не будет. Настраиваем, настраиваем, настраиваем. Экономим как раз таки припасы. Хоть и расходуем топливо, но экономим припасы. Обломки МИД. МИК. Это интересно. А можно их обыскать-то эти. И ханский боевой тримаран. И опять-таки не... Хотя можно победить. Но стоит ли? Вот смотрите, что нашли, а? Ну что, давайте-ка убьем ханский боевой тримаран. Если он так не хочет жить. Кстати, сигнальная ракета. Сколько они стоят, да? Нет, даже вопрос не сколько стоит. А занимают ли они место? Вот у меня к этому большой вопрос. Просто если место не занимают, можно было бы купить атак. В смысле я не вижу. Ханский боевой тримаран. Ну вот он вообще какой-то ничтожный. Ничего сделать не может. С нами. Мы его просто освещаем, и он не может ничего сделать. Пытается выстрелить, но у него это не удается. Ну потому что... Где я и где мы? Где он? И где я? Тут вообще все это... Слив. Ах ты выстрелил, бес! Чтоб тебе пусто было. Вы уничтожили боевой тримаран. Разрушен, разбит. Хватай, что можно. Захватить и ограбить. Хватай все, что можно, посадить или зарубить оставшихся ханцев. Посмотрим, что осталось. Сегодня вы не выиграли благосклонность ханства. Хватай все, что сможешь. Ой-ой-ой. Тайник с диковинками. Крепкий груз. Источник существования. Основной элемент груза. Смешно. Это просто смешно, извините меня. Всего лишь топливо перевозили. Никогда не поверю. А где же остальные припасы? А где все остальное? Да, ничего. Может быть, когда-нибудь эти обломки... И сыграют свою роль. Например, сейчас под водой. Хотя, если они на поверхности, то они вряд ли будут под водой. То есть, тут такое... Себе, да. Интересный, конечно, тут вид. Вы только обратите внимание. Как будто какая-то гора. При этом непонятно, что это. К чему это. И вообще, как это. С чем это едят. Вот так вот. Мы будем удалять минимум времени на движение. А максимум на исследование. Максимум на рассуждение. Кто что сделал, как сделал. И вот результат. Плывем вот какое-то вот тут интересное настроение. Давайте-ка мы его прежде, чем заходить сюда. Хотя давайте зайдем, а потом уже посмотрим. Грибнище. Вот, грибунов тут можно получить, да. Царственное ядро этого побеспокоенного спорами моря. В грибнище вы поднялись по грибной лестнице на вершину. Лохматовые, не вызывающие доверия жители, доживают здесь свой век среди облаков летающих спор, и снующих туда-сюда гибридов животных и растений. Никто из них не покидает это место. Чудовище, говорит один из них. Море полно чудовищ. Посетить деревню. Гостеприимное? Не скажи. Но зато они не будут бегать за вами с палками и даже позволят погреться в огне. Торговать медом. Медом, объясняет житель грибнища, все хотят меда. Жизнь в грибнище однообразная, опасна случайным травлением. Жители грибнища буквально вспыхивают при упоминании поставок користанского меда. Но их огонь быстро потухает, когда дело доходит до оплаты. Ну, хотя бы припасы продадут. Сбор информации. Что же происходит здесь, на вершине гриба размером с мальбором? Провести эксперимент с подозрительным уловом. Обменяйте. Смотрите, время лечит, уже имеем 256. Поразительно. Туман и спор поднимаются на расстоянии. Что там? Говорили на это еще старые моряки. Отдайте улов грибнищу и получите что? Удачу, жизнь? Давайте узнаем. Позволить вашему слоняющемуся грибуну прогуляться. Наверное, это место покажется ему родным. Это место определенно очень грибовидно. Давайте-ка, сбор информации. Жители деревни бедны, но на жизнь им хватает. Грибнища их обеспечивает. Они замкнуты, неразговорчивы, корабли редко к ним заходят. Давайте-ка поторгуем медом. Что это будет тогда? Припасы есть послушный грибун. Слоняющийся грибун. Есть послушный грибун. Жители грибнища набрасывают вам кучу пластов сладко пахнущей розовато-лиловой грибной плоти. Еще они щедрой рукой закидывают в него грибуна на свистывающие безглазые подвижные грибовидные создания. Проблемы? Выкиньте его в море. Нет места? Выкиньте его в море. Он пожимает плечами. Возможно, он поплывет. Если нет, в море полно места. Сейчас я посмотрю кое-что. Куда его нам дали-то? Это талисман, а это куда? У него есть когти, жестокий двойной клюв, но только теперь кажется, он не расположен все это использовать. Давайте-ка посетим деревню. День истории. Основное противостояние в жизни обитателей грибнища, они ненавидят его, но они не сделали ничего, чтобы уехать оттуда. Чудовище. Сегодня они рассказывают историю о том, как они здесь оказались. Она включает в себя кораблекрушение, дождь из оранжевых драгоценных камней, благословение матери, в ней много повествуется о невзгодах и выживании. Есть полные тоски, два заметные упоминания об их родине, где-то на западе. Прогуляется пусть. Непривычная тишина. Вашего вездесущного грибуна внезапно нигде не видно. В моторном отсеке тихо. Ваши карты лежат точно там, где вы их оставили. Ни одна из них не испорчена и не скомкана. Наконец вы замечаете кончик усика, выглядывающего из-под кучи грязного белья. Ваш грибун дает понять, что ни при каких обстоятельствах не покинет своего убежища. Что такого плохого могло произойти в грибнище? Не обидели ли его другие грибы? Хм. Поиграем с грибуном. Интересно, что тут произошло. Размножение грибуны повсюду не более чем ноль. Меда хотят. Хорошо. Послушный грибун. Непонятно, как сделать... Ну, жалко будет вот этого грибуна на мясо пустить. Одно могу сказать. Одно могу. Жалко будет. В личину тогда уж получается заплывать. Нет, ладно, так оплывем, но в личину пока заплывать не будем, мы в порт Сердолик зайдем. Чтобы шпиона отдать. Надо развивать там шпионов сквозь сеть, вы сами понимаете. Да. Шпионы везде нужны. покормили покормили команду. Грибнище. Хорошо, покормили команду. Чем чаще мы их кормим, тем лучше им становится. Кстати, выгодно оказывается теперь уже создавать эти альманахи островов. продаешь, а потом используешь по назначению. Все, сильно пошатнулась. Пусть она и осталась недовольна, но она не дура, ладно, но когда я решу, что выздоровел, я встану с кровати, будем честны. Я знаю больше, чем вы, и сама решу, когда мне можем вставать с кровати. Все. Сильно пошатнулось ее здоровье. И куда же грибу надо отправить? Ну, в церковь то отправим, да. Волны несут с собой морской мусор. И давайте-ка попробуем отправить этого грибуна, того, вы сами поняли, какого. В церковь. Чтобы там произошел ад. Хорошо. Посетить деревню, но это бесполезно. подозрительный улов на ужас получили один из сказка об ужасе. День спор. Грибничья выпускает споры по своему расписанию. Сегодня воздух неприятно влажный. Он заседает на волосах, он забивается в горло, он заставляет ваши глаза смыкаться. Разговаривать с грибниками невероятно трудно. Возвращайтесь на корабль. Не обнаруживайте маленький лиловый грибочек, растущий в вашем ухе. Поплыли быстро. Надо спасать служаку. Согласитесь же, что мы с вами стали пытаться сделать все для того, чтобы спасти человека, если были настоящим капитана. Вот и сейчас ее попытаемся спасти. Хорошо, пытаемся спасти ее изо всех сил. Время идет быстро, но мы пытаемся ее спасти несмотря ни на что. Да. Движемся на мгновенной скорости. Движемся, движемся, движемся. Прошло время на бараньем острове, да. Так, так, так. Вот и доплылили мы. Но мы не за этим плывем. Кстати, могли бы на ускорении плыть. Ладно. опускаемся. Мегалопс нас уже не может побеспокоить. Надменно согласиться. Плохо, надо действовать. бедная служака. Не успеваем ее спасти. Хотя прикладываем все усилия. Пучина, пучина, пучина. А что тут может быть, а? Погрузимся в пучину. Попробуем спуститься глубже. Сердца решили задачу. Ритуал успокоения какой-то сделать. В нужном порядке надо ее открывать эту пучину. достаточно отбыть. Вы поднимаетесь из бездны. Кислород, кислород, хорошо. Нижний барнет. Высоедить грибуна. Лиловый гриб медленно спускается с субмарины. Он движется к нёху, чирика и вздымая грязь, скопившуюся вокруг скамей на мгновение замирает у кафедры, а затем совершает решительный выпад к темному углу за алтарю. Трезубец со свистом разрезает воздух и пронзает мягкую голову грибуна. Служительница церкви подходит, подбирает оружие и начинает кромсать раненого грибуна, пока тот не превращается в сплошное месиво. Просив на вас недобрый взгляд, она возвращается на пост. Оказывается, будут против. Может, еще раз надо попробовать это провести. Но нет, не получилось. Тортовый отчет. Продать истории прихожанам не сможем. Нет у нас пока этого, к сожалению. Что же нам делать-то? Поплыли в грибнище, что ли? кислород получили. Видите, отсюда 50. Великолепно. Хотя надо было под водой плыть, наверное. Вы не можете погрузиться здесь. Найдите более мелкие воды. Ладно, найду. Не трудно. Хотя надо было топливо закупить в Лондоне. Точно ведь? Тогда у Железной Республики как вы думаете? Поплыли на максимальной скорости. Проносим всяческие истечения. Жалко, отжимается эта полная мощность, к сожалению. С ней большие проблемы. Останки погибшего корабля ждут внизу темный силуэт в темной воде. Почему он утонул? Осталась ли там? Что-нибудь что можно забрать? Трюм не поврежден скоропорт и чистить. Товар испорчен, но консервы могут быть еще пригодными. Вы надеваете водолазный костюм. Трюм полуразрушенный превратился в свалку. В лучах фонеля мелькает проплывающий мусор. С помощью штурмана вы сдвигаете пролывем. Песок, смотрите, песок. Интересно. Вы видели, что-то там было такое? Непонятно. Показалось, значит. Течение, течение. Кумский канал. Ой, куда я прибыл-то, а? В Кумском канале ничего интересного. Подводная лодка просто. Ее можно разве что уничтожить. Может попытаться взять судно на абордаж или обсудить условия сдачи. Пера, припасы и топливо. Отлично. Благодаря нашим сердцам легко оставить людей склониться на нашу сторону. Кислород отлично. Корабль из краха. Лучше такие корабли оплывать. Опасные лодки. Лучше лодки. Железная республика. Говорили кстати в ней поработать. Поиспользовать различные возможности которыми мы не пользуемся. Ну что ж, давайте-ка воспользуемся этими возможностями. Которые мы не реализовали сих пор. Подъем. подъем на поверхность. О, водоворот. Видите, интересно. Когда-нибудь мы в него заплывем. Когда-нибудь решимся. длань Железной Республики. Интересно. Как бы теперь уничтожить то известно кого, Вредители. Слушай, ваши страхи выстроились на набережной жедая, волнуясь как старые любовницы. Доктрина Галгофы. Хихикающий механик. А, это я про это оружие имел ввиду. Но оно по-моему и тут тоже. Ладно. Характеристиками для носового отсека. Давайте-ка сюда. Перейдите во вкладку магазины. Купсы в масках Доктрина будут принимать эхо. Припасы по 25 готовы продавать. И дешево мешки зерна зерен продавать. Хорошо. Кофе молока. Кофе и топливо капает с дыра коньих сосков. Ха. Неа. Ну, ничего. Нет. Ага. Рынок всегда продает топливо. Используйте выбор рынок на вкладке истории, чтобы получить больше товаров. Хорошо. Портовый отчет соберем. Доктрины голдгов и не показалось. Жалко, но не спасти ее. Я не понимаю, как ее спасти можно. Вариантов слишком мало. Вернуть его в трюм. Потеряли припасы. Мне не жалко эти припасы. У нас это если был маленький корабль, было бы жалко. А так это капля в море. Поскольку там нас ничто не ждет, можно вполне заходить в это грибнище и без лампы. А лампу потратить на порт стертолик опять-таки. То есть действуем и абсолютно эффективно. Я мед не купил. Ну, бывает такое. Я не купил мед. Забылся. Хорошо плавать с быстрым двигателем. Приятно очень. Порт стертолик отныне. секрет получили. Водовороты. Опасно. Могут затянуть, кстати, на полной скорости. Да. Утесы, утесы, утесы. Покормили команду осторожно. противостоять кошмару. Да. Вода вокруг вас кипит и булькает. Глаз поднимается. Вот он приближается. Вот и хорошо. Если вы потерпите неудачу, кошмар будет расти еще сильнее. И вы будете сильнее страдать от ужаса. Что над вами? Вы без всплеска ныряете в воду. Она обжигающей горячая. Ваша кожа отслаивается, как старая бумага. Под вами поднимается глаз. Ваше погружение ведет вас прямо в его темный невероятный зрачок. Ваши легкие разрываются. Вы проснетесь или умрете, или и то, и другое. Глаз застилает все пространство. В его блестящем центре вы увидите отражение Бога, который живет на своде. Потерянное, несчастное, сердитое создание из молнии одинокий изгнанник. Вы просыпаетесь. Вы прошли сквозь кошмар и вышли с другой стороны. Сила кошмара уничтожена. Повторяющий кошмар точно так же был снят. Вы потеряли спокойный нож, но ужас не изменился. Отлично. Великолепно. Одолели ужас. И заработали много фрагментов. Сердца свое дело сделали. Дожидаемся лампы. Вот и все. Стремление. Еще один бокал Хереса с неудержимой филантропкой. На этот раз Херес подается вместе с рутом, хлебом, намазанным маслом. Когда вы поднимаете вопрос о поиске бессмерти и участии Литтона, что носит еще одну с ней фамилию, она становится задумчивой. Рядь поручения. В какой-то момент она произносит «Некоторое время назад я потеряла кое-что в море. Если бы вы могли отыскать это кое-что, это смогло помочь нам обоим». «Это кое-что, что я потерял, это был мой муж», говорит она вам. Вы выражаете свое недовольствие, она поднимает свою руку в знак примирения. Я знаю. Это было беспечно. Он связался с одной весьма неудачной компанией. Подстарикатели, интриганы и предатели, они называли себя семерами. Несмотря на ее слова, ее голос звучит не слишком неодобрительно. Мой муж не углублялся в детали, рассказывая о своих делах, хотя у меня и было несколько предположений. Впрочем, наверняка я знаю лишь о том, что их затея кончилась полнейшей катастрофой. Он и его товарищи бежали, а затем спрятались под водной толщей подземноморья. Если бы вы расискали его, он бы смог вас вывести на остальных. Если вы отыщите его, прошу, отдайте ему это. Она протягивает вам медальон, содержащий миниатюрный портрет ее самой. Скорее всего, он либо мертв, либо уже помнил обо мне. Она делает резкий глоток Херреса. Обыскивая гряда под морем, чтобы найти зацепки о судьбе Литтона мужа неудержимой филантропки. Ну да, много где надо искать. Наслаждаемся Херресом. Удивительный вкус. Удовлетворить потребности шпионам. Дифломат. Отлично. Порт Сердолик. Вид поверхности. Неплохо. Ваш агент сделал первый ход, чтобы найти, вычислить и захватить существующую шпионскую сеть. Это был шпион с поверхности из России. Смешно. Эхо. Эхо. Это может сработать. Бочонок арестантского меда. Ход большой игры. Наживка. Два секрета. Вражеский агент мешает вашей шпионской сети. Вы должны вызвать его на разговор. Эхо. Трудновыполнимая задача. Рискнем. Тут, по-моему, повыгоднее будет все-таки. Надо просить милость лосой. Как? Это что такое? Там же было 150. Я же не мог ошибиться. Это было слишком хорошо, чтобы вывыть правдой. С помощью чеха вы покупаете только дешевые слухи. Тем временем пробирающие душу глаза смотрят на вас из всех окон. Любовная литература. Есть. Отлично. Губернатор полагается на штат покорных тигров аборигена в качестве посредника со своими приятелями. Один из слуг пытает слабость к любовным учтивым. Дневник мисс Дженнин. Тигр доволен. Он просит вас почитать одну из самых подробных глав, чей сейчас он рычит. Еще одну главу в третий раз. Лениво сгибая когти. Неплохо. Помочь вашим шпионам. Нужен дипломат. Подозрение. Прозрение. Внимание шторм. У нас не надо. Давайте-ка влияние вашей шпионской сети на колонию весьма обширно. Как вы будете ее использовать? Портовый отчет. Нарывать не будем. Давайте-ка влиятельный связик. У вас есть возможность управлять судьбой самой обширной колонии Лондона. Укрепить правление губернатора. Порт Сердолик это жизненно важная часть доминионов ее незыблемого величества. И так должно оставаться. Продвинуть агентам ханства на ключевые посты. Есть и другие империи. Договориться о союзе с тиграми. Они же в конце концов законные правители Сердоликового берега. Ну я не знаю. Мы в любом случае это сможем сделать. Я думаю либо губернатора либо тигров спасать. Нарыть что ли а? Или удовлетворить потребности шпионов? Разве данные нет? Намойка сапфиров давайте-ка. Все 30 за все это. Проблеск истины. Преодолевая сугробы из фиолетовых спор, вы находите узкий ручей. Вы опускаетесь на колени среди среди красных шапок шампиньонов, что заполнили берега ручья. Они не состоят из сапфиров, как обещают предания, но сбор урожая приносит вам полные карманы сверкающих осколков. Не особо выгодная сделка, как мне кажется. А вам с кофе дешевая, хорошо, а шкатулка сапфиров? Кстати, по-моему, шкатулки сапфиров были нужны авантюристы или же нет. Семь шкатулок сапфиров или одно сервисо бродячего ежа. Давайте-ка наберем семь шкатулок сапфиров, так и быть. Надеюсь, это выгодно. Надеюсь, нас не разорят. Вот у меня большой вопрос, стоит, не стоит, потому что у нас еще места маловато. А мы хотели... Ну, впрочем, давайте все-таки через ежа сыграем, как думаете, а? Я думаю, через ежа хочу сыграть. Поменяем, кстати, кое-что. Вот что? Поняли, да? Я хочу через ежа сыграть. Непонятно, кому помогать на самом деле. Остров кошек. Ладно, плывем вдоль всего этого. Возвысимся над этим и станем великим. Движемся и терпим ужасное медленное движение. Что поделать, а? стонущие высоты. Сейчас мы будем разоряться и лишаться сбережений. Сбережения нам нужны. Да. потом еще зайдем варчас. Это тоже неплохое решение, как мне кажется. Вполне. Уничтожить этих, может? Просто как бы это не закончилось плохо, а? Ну, давайте-ка уничтожим. В одной серии одного кого-нибудь уничтожим, а? синие вестники. Эм, не особо приятно, что-то как-то получилось. Синие вестники. Попали по-синим вестникам. Какие-то они вообще непонятны, как по ним стрелять, я не представляю. Я не понимаю, где у них центр. Вроде как я уже должен попадать, но и сейчас почему-то не попадаю. Жалко, ракета, по-моему, все-таки они деньги отбирают. Ну, место, точнее. Плывем медленно и беспощадно. Отвестников отплываем. Ударят 12 урона. Эээээ! Ещё 15 урона. Плохо. Вот этого я никогда не думал. догоняют смотрите-ка интересно вестники догоняют урон наносят ну конечно мы можем починиться в лондоне это у нас есть специальные связи которые позволят нам быстро починиться но все равно как-то не особо хочется ой урон получаем только так пусть и дохнет но если уж мы начали синих вестников уничтожать то их надо уничтожать как бы да по моему мы не готовы их уничтожать по-моему у нас не хватит здоровья для этого всего кажется у нас здоровья не хватит да не получится слишком опасно уплываем дальше нет врагов теперь уже нет точно стонущие высоты плывем между мимо них и снимаем ужас как победили мы кошмар свой да стонущие высота где синие вестники выкрикивают именно тех кто тот умрет они наверное произносят наши имя по буквам г е о а потом мы уплыли потому что поняли что сейчас умрем и что ищем хорошим это не закончится жалоба всю дорогу ой зря мы с этими вестниками связались опасные оказались очень и без более сильного корабля ну либо сноровка очень хороший мы не справимся а вот это интересно жабра медуза помню что-то жабра медузы было интересное давайте ка ее хотя бы уничтожим а о все кажется нам и все слушайте давайте ка убьем эту медузу а но сначала зайдем пролив адамом история о городе упавшим недавно милосердно и всегда интересуется новостями из лондона магазина потом купим фосфоресцирующий свеч нет по выгодно выгодно 30 выгодно очень даже алтарь камню дорого продается кстати я являю является ли интерес стратегическим или они просто любят слушать обедах лондона несмотря на это они позволяют вам причалить день только начался на городской площади жрица желтой мантии сажает семя слой чернозема как только она хлопала почву с посаженным семечком крошечный росток появился из земли к середине утра уже будет осаженец к обеду расцветающий дерево концу вечера но за чахнет и упадет вы должны вернуться на свой корабль до этого слушайте рассказчиков скарабкаться на холм где увекове где стоят увенчанные пчелами колонны посидеть в их длинных тенях и послушать рассказчиков истории портовый отчет пролив адама когда вы приближаетесь старик рассказчик описывает алый бесперерывный пир насытившихся он записывает тишине пристев вы ожидаете пока другое сказатель не начнет рассказывать лондонский клуб дейл мана обратился к пресс-фитеру за разрешением приблизиться горе много лет назад директор бюро противоядия ушел со своего поста и уединился на пастушьих остров некто обещал прощение многоликого обменную слугу поручение есть у его клиента задача куда сложнее но в библейском смысле куда значительнее он проводит беседы берет интервью он встречает вас на балконе прибрежной кофейне у него необузданное рукопожатие у него широкая и свободная улыбка он настоятельно советует вам кусочки липкой пахлавы и крошечный стакан черного кофе подслушанный послащенной веточкой мяты надеюсь вы не будете возражать если я задам вам несколько вопросов спрашивает он открываю блокнот чтобы убедиться что мы находимся на одной и той же странице так сказать интервью скандально личное что у него за дело если он спрашивает такие вещи не будем рисковать скажем правду хотя это означает отказаться секретом неожиданная тактика он удивительно моргает господи должен признать я ожидал услышать от вас ложь но ничего страшного это не имеет значения зная вас хорошо как теперь столь хорошо как теперь он разглядывает свой блокнот будучи слишком смущенным что встретиться с вами взглядом думаю мы сможем с вами работать можете принять поручение добродушного посредника в проливе адама потеряли секрет принять задание он заказывает тарелку инжира пропитанного медом скажите мне что вы знаете о последователях похитителя лиц или многоликий детей и лондонцев ужасные существа едят свечи крадут лица стирание лиц это их ритуал мой коллега недавно нашел одного из них в порту сердолик но прежде чем он смог его разоблачить исчез может быть многоликий прикончил ипон а может один из шпионов порта это место набито ими ваше задание будет в том чтобы искоренить многоликого порту в сердолик схватите его приведите сюда я хотел бы задать ему вопрос или два он кивает кидает инжир сия в рот орех не нужен время проводить не будем госпиталь анимесценции получим ли получим лекарство для юркой служаки могут задержать худшие симптомы древо одного дня засыхает его шишковый ствол скрипит можем поделиться если ваша нужда велика студеная паста 3 вяжущих зелья которые должны быть принято в точном порядке дозировки эпиграмма который надо читать пока дают лекарства искоренить безрассудного поэта доставить воду костровую часовню где пациенты финальной стадии лежат в ряду и каменных ложах предсмертная исповедь в часовне воняет как в лавке мясника во время обеда вы проходите между кроватями давая глоток воды пересохшим губам держась за руки горячий как раскаленный чайник умирая больные шепотом рассказывают раскрывают свои секреты утешают вернуться в пролив адома вернуться на корабль хорошо незаконченная история сохраним ее пока ну давайте-ка 2 есть 20 купим 5 может быть даже но хотя это уже слишком на самом деле получили то что заслужили уплываем уплываем не надо вар час теперь вар час мы плывем или жабра медузы все-таки долетия за убийство видите корабля ханста вы будете получать подозрение 13 урона получили ой 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 республиканский дредноут очень опасен потеряли одного члена команды совсем нехорошо уплываем подальше отсюда слишком опасно тут как-то мне тут не нравится пора чинить корабль в лондоне и шпиона как раз нанимать неплохо сердца и стороницы две очень полезные вещи они все нам очень полезным маслянистый налет света на южном горизонте вы подходите к вар часу зеркальному городу сердца неплохо позволяют нам бороться с ужасом мы человек не боевой мы скрытны мы избегаем сражений ведь лучший способ победить в бою избежать боя лучше переходите оппонента чем перебить его возвращаемся вар час а это вы явно помнят вас аска чума разбитых стилк чума разбитых зеркал осколки стекла и сломанные лампы повсюду освещенный город теперь покрывают бассейны с темнотой а жители вар час сбиваются в грубке обходя темные места и пряча свои лица выйдете как один из жителей вар часа дерется с белый золотым стражем на улице выкрикивая лозунги они называют друг друга подземцами и носят на себе осколки их разбитых сирка стекол откуда же белый золотой страж то они же белый золотые были в ханстве даже храм хир не избежал их гнева по всей его территории подземцы написали осколками зеркал мы уже пали паломники уже сбежали а с ними и огнехотре и совет жрецов солнца отличный момент для революции а что сделаете вы уплыть отсюда это не твое дело и так оно и должно оставаться выслушаем подземцев что собственно они надеются добиться едва ли вас удивило то что предводителем подземцев оказался юноша в богатом тюрбане это все из-за вас тамас он живо обращается к вам само ваше присутствие ворчасть заставляет нас мыслить удивляться фантазировать он поворачивается к остальным подземцем и берет в руки осколок разбитого стекла висящий на тонкой ники у него на шее мы отрицаем тиранию мехир и его жрецов и его высокорожденных хранителей огня мы отказываемся дальше изолировать себя от остального подземья мы отказываемся бояться темноты и быть окутанными светом его голос усиливается он орет мы полим подземцы иступленного 5 вздымая вверх остолки зеркал как знамена мы поле выкрикивают они что ж энтузиазма им явно не занимать но значит ли это что они правы жрецы солнца храм мехир похож на штаб мы не можем позволить ворча с упасть во тьму обращайтесь к собравшимся стражам и гражданам самый старый жрец солнца подземцы подземцы не просто отвернулись от зора мехир они вступили в активный сговор с врагом шепот идет сквозь толпу когда жрец солнца показывает осколок разбитого стекла они в плену у параболианцев которые нашепотывают через зеркала и соблазняют с помощью снов и хитрости они бьют зеркала и тушат лампы если они бьют зеркала замечаете вы тогда как же они могут быть в союзе с повелителями зеркал жрец солнца смотрит на вас жалости ох тамас что происходит когда вы бьете стекло он ломает осколок который держит в руках и теперь у него по осколку в каждой руке они неровно блестят вы просто делаете еще больше зеркал возможно он говорит правду или возможно он просто боится подземцев и их желание уменьшить врасть храма которому он клялся служить давайте-ка все-таки поддержим революцию подземцев без зеркала и гасить ламп насколько это может быть трудно оказывается это не так сложно подземцы очень угрюмо и печально от накопившегося за годы недовольства юноша в богатом тюрбане ведет подземцев через город где бы они ни шли везде разбиты стекла и потушены лампы каждый раз он устанавливается и заглядывает во осколок зеркала болтающегося у него на шее вы помогаете им разбить западное зеркало другие группы развивает восточные и северные зеркала вы кричите во весь голос приветствую гашение вечного огня в храме мехир ваше горло хрипит тима наступает на ворчас город разбитых зеркал слышны крики и лошадиный рев и ужасный опустошающий хохот поднимается к небу как страшный контрапункт к неровному празднованию подземцев зеркальные осколки разбитые черепки грозно блестят во тне ворчаса что за странные очертания там вы слышите шипение и шепот хихиканья вы чувствуете ужасное чувство неправильности но списываете это насчет голода и нервов уверены ли вы что вы все правильно сделали вы должны уйти юноша в богатом тюрбане покраснел от гордости и честолюбия но он дал правильный совет это не место для постороннего пока нет вы и так узнали слишком много дела ворчался касается тайн континента мы никогда не забудем тебя тамаз неожиданно смеется юноша в богатом тюрбане даже не знаю почему я все еще тебя так называют теперь мы все тамаз его глазах читается триумф и некое безумие которого раньше не было выгадаете шепчут ли ему зеркала или нет гадаете отвечает ли он им вы много о чем гадаете но это место явно не для вас вы оставляете ворчас позади на этом все пока что жгучая загадка зеркальный город потеряно город крепость ворчас мрачное место люминесцентные грибы сняли с пяти башен а главные зеркала разбиты в дребезги зеркальные врата разгромлены на мелкие кусочки каждый из которых зловеще блестит вы видите тени отражающиеся в них проблески космогона цвета обожженной оранжевой тьмы проблески дымящегося моря сладостный смех который то приостанавливается то смеется словно часовой механизм перед своей смертью что это вы слышите как что-то шепчет составить портовый отчет трудно передать насколько неприятно это место без довольно агрессивного использования эллипсов тьма разбитых зеркал какая бы власть не правило здесь адмиралтейство хочет знать все что вы сможете об этом записать записывайте осторожно охраняйте свои сны надо приплыть сюда снова правильно ли мы поступили я не знаю может стоило сохранить зеркало я не знаю шепот опасный может зря мы с этим шепотом а рискнули может мы ошиблись кто знает кто знает узнаем это все только в следующих сериях пожалуйста поставьте лайк если хотите чтобы было больше серий по игре с англоси зуб марина подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые серии если вы этого еще не сделали потому что без колокольчика а мне было приходить иногда уведомления о стримах и истериях по этой и другим играм всего вам самого лучшего не прощаюсь